Что же за бизнес такой, спросите вы, небось сетевой? Историю рассказать, чтобы вам вообще было понятно, как вообще мы тут существуем. Интернет-магнаты из Сибири, Мали, все, скажем так, аспекты, на что мы можем тратить. Которого мы будем зарабатывать миллионы и жить только от того, что... Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Вероника, вы на моем канале VT-TV. Сегодня я хочу еще отдельный привет послать тем, кто пришел ко мне на канал, моим новым подписчикам, которые пришли ко мне по видео «7 минусов жизни в Таиланде». Я очень рада вас видеть, добро пожаловать на мой канал и, надеюсь, буду для вас снимать еще более интересные видео. Я точно знаю, какие есть минусы жизни в Таиланде и почему здесь жить долго нельзя. Веселое видео получилось, особенно интересные комментарии. И как раз сегодняшнее видео я решила записать на основе этих комментариев. В принципе, людей в основном, когда они смотрят такие видео, там, о переезде куда-то, интересуют два вопроса. Это первый, сколько же вы тратите на жизнь, и второй, как вы зарабатываете. Особенно много комментариев на тему, как мы зарабатываем, были под этим видео. Его уже, 7 минусов жизни в Таиланде, его уже посмотрело около 60 тысяч человек. Поэтому сегодня я как раз раскрою эти две темы. И, конечно же, хочу коснуться наших принципов заработка, принципов сравнения денег. Еще хотела сказать, что 5 лет назад, когда мы приехали в Таиланд, мы сразу, с первых дней, даже еще до того, как поехали в Таиланд, только туда засобирались, стали вести свой текстовый блог, который называется waytutai.ru. Ссылочка внизу, конечно же. И там мы с самого начала решили выкладывать все свои расходы, которые мы тратим в Таиланде. И у нас там был такой раздел, сейчас он закрыт. На сайте, не знаю, почему Дима его закрыл, я его прошу открыть. Вот, но я взяла ссылочку на него, на этот раздел, и вы можете там посмотреть. Правда, это не те траты, которые мы сейчас с ребенком тратим, а еще те, когда мы были вдвоем, и мы там записывали прям каждый. Вот, сходили в кафе, записали, потратили на что-то, денежку, сходили в магазин, куда-то там попутешествовали. Мы прям все-все-все, каждую трату записывали. И там, на самом деле, прям вот еще даже всякие графики есть. Вы можете посмотреть четко, какие продукты. В принципе, цены в Таиланде с годами не меняются, поэтому смело можете ориентироваться на эти расходы, на жизнь, которую мы тогда вели. Итак, начнем. И первое, с чего мы начнем, это сколько мы тратим на жизнь в Таиланде в данный момент. Для меня это очень интересная, актуальная тема. Я хочу это, так сказать, сохранить в видео, сохранить для потомков, так как в скором времени мы планируем переехать в другую страну. Так, по порядку. У меня здесь есть, конечно же, шпаргалочка, чтобы я ничего не пропустила. Цены я буду говорить в батах. Вот здесь, вот сбоку, я буду писать цены в рублях и в батах, чтобы вы понимали. Первая статья о расходах, о которой хотелось бы поговорить, наверное, всем очень интересная именно эта статья, это, конечно же, стоимость аренды жилья. Сейчас мы арендуем жилье всего лишь за 7000 бат. Это цена. Обусловлено тем, что наше жилье находится в нетуристической зоне. Скажем так, называется это зона засухом витье. На самом деле это район Южная Паттайя, где здесь в основном дома, здесь люди живут, которые живут подолгу в Таиланде, соответственно, и сами тайцы живут. И в нашем районе это единственный кондоминиум, он очень хороший, здесь хорошее. Привет, я живу в Сеси Кондо. Покажи нам, что тут у тебя есть. У меня есть куколька из Сеси Кондо. Это бассейн для деда. Это детский бассейн у нас. Это я, чтобы вы понимали, что такое кондо, здесь 7000 бат за сухим витом, все в нем нормально. Да, сегодня выходной, поэтому куча народу в бассейне. Это куча у нас народу, обычно у нас вообще никого не бывает. Я очень люблю, что прямо в любом бассейне. Поэтому здесь такая цена, просто потому, что это далеко от моря. Это, наверное, самое дешевое жилье, которое мы снимали в Таиланде. Максимально самое дорогое у нас жилье было 12000 бат. И сейчас эти цены, о которых я говорю, это цены на год. Очень часто, когда насмотрится видео про тех людей, которые живут долго, пытаются такие цены же найти на месяц для жизни. Или потом смотрят мои обзоры жилья, где я говорю цены из расчета аренды на месяц, краткосрочные. То есть в нашем вот этом вот кондо цена, если мы арендуем на год 7000 бат, такой же квартиры цена на месяц уже будет 10000 бат. И примерно вот такая вот разница. В туристической зоне она, конечно, побольше. Всегда будет присутствовать при аренде на год и на краткосрочный период. В среднем практически всегда мы снимали квартиру около 9000 бат. На воду, на коммунальные расходы на воду мы примерно тратим около 200 бат. И где-то 1500 бат у нас выходит на электричество, на кондиционеры. Электричество в Таиланде, знаете ли, дорогое удовольствие. Мы, в принципе, часто готовим дома, постоянно пользуемся кондиционером, ночью он у нас постоянно работает. И все это выходит примерно в 1500 бат. Так как мы работаем в интернете, мы оба программисты, спойлер небольшой про наши способы запропотка, то нам очень важен хороший интернет, поэтому у нас приведен отдельный интернет в квартиру. Мы его проводили сами. И практически во всех квартирах, а мы сменили где-то 7 кондиков, живя в Таиланде в течение 5 лет, мы всегда проводили сами. В месяц мы тратим 600 бат на интернет в квартире. И также мы с мужем имеем 2 безлимитные симки с безлимитным интернетом. И каждый из них стоит 350 бат в месяц. Переходим к второму большому пласту. Трат на жизнь, это, конечно же, еда. Сразу скажу, что мне кажется, что по сравнению с тем, как мы жили в России, здесь мы тратим на еду примерно такие же деньги, но при этом наш уровень питания, уровень качества еды, он выше. Я в своем инстаграме в сторис часто выкладываю то, что мы покупаем в магазинах, в каких кафе мы бываем. Выкладываю обзоры небольшие в инстаграме, описание интересных кафе мест, там по интересным ценам. Если вам тоже вот эти все штуки интересны, 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 то добро пожаловать в мой инстаграм. Итак, сколько же мы тратим на еду? Мы примерно посчитали, конечно же, месяц от месяца вся эта история разная, когда-то хочется больше праздника жизни в ресторанах, когда-то меньше. И примерно это выходит у нас около 15 тысяч бат. И это мы питаемся таким образом, что скорее всего раз в день мы обязательно сходим в какое-то кафе. Но, но, кафе это в основном практически всегда очень бюджетное, либо мы едим на фудкортах, сейчас открылся шикарный фудкорт 21 терминал, где цены по 45 бат, это самый дешевый фудкорт в Паттайе, и там очень вкусненько, большие порции, обязательно сходите, может быть это в честь открытия нового торгового центра, так все здорово, но сейчас там прям бомба, мы туда специально ездим кушать. Вот, еще у нас около дома есть кафе, в котором мы, допустим, что-то на обед не приготовили, или поплавали, или что-то не успеваем покушать, то мы туда идем, и там еда вообще от 30 бат, самая простая, простая не в плане, что это не здоровое, не вкусное, это просто рис с вареной курицей, жирный рис с вареной курицей, с бульоном, со специями, не то, что любит наш ребенок. Это вкусно, это всего лишь стоит 30 бат, и это 60 рублей, поэтому я говорю именно вот в основном о таких походах. Я прикинула, что из этих 15 тысяч, примерно 6 тысяч, мы каждый месяц тратим на походы в кафе, ресторанчики небольшие. Еще хотелось бы отдельно сказать по тратам на нашу еду, что мы не кушаем, скажем так, продукты в упаковках, стараемся, по крайней мере. То есть мы не едим колбасу переработанную, не едим какую-то там соленую вяленую рыбу, то, что обычно дорого стоит, да? И не потому, что это дорого, потому что мы решили, что нам как бы этого не нужно, мы лучше курицу сварим, пожарим, приготовим микроволновки, ее съедим, чем будем какую-то вот эту сыро-вяленую штуку брать. У меня остается одна слабость, это кофе, так как, опять же, я не ем сладкого, то для меня кофе это как такой праздник, как такое успокоение, награждение себя за труды, тяжелого трудового дня. В среднем я покупаю чашку кофе 50 бат, так что в месяц выходит практически 800 бат, только на мой кофе, так что приплюсуем это, конечно же, в расходы на жизнь в Таиланде. Так как мы живем за городом, за сухом видом, и любим путешествовать, и вообще любим поездки, далеко запытаем, то, чтобы нам было комфортнее жить, мы решили купить в Таиланде машину. Стоило оно 290 тысяч бат, скажем так, единоразовый платеж, и на бензин у нас в месяц выходит где-то 2400 бат, это мне так муж сказал, примерно это 28 литров мы тратим. Если мы говорим о транспорте, которую мы раньше пользовались, то байк мы арендовывали где-то от 1500 бат, в зависимости от срока его использования. Арендовывали за 2000 бат даже PCX, в среднем PCX в Паттайе стоит около 2500 бат при аренде на 3 месяца. PCX это большой байк, если кто не знает, да? Если вы хотите арендовать машину в Таиланде, если вы приехали на 3 месяца, может быть, например, на полгода, то аренда машины выйдет где-то от 10 до 14 тысяч бат в месяц, в зависимости от ее класса, да? Значит, приплюсуем к нашей стоимости в жизни в Таиланде еще 500 бат на такие расходы, как мотобайк, такси, тук-туки, тогда я езжу одна, без ребенка и без мужа. Также интересная статья расходов в Таиланде это стирка. Мало у кого есть терральная машинка прямо в доме, у нас сейчас в данный момент в квартире нет, допустим, в Гран-Карибе она была, и примерно я стираю один раз в неделю, делаю две практически загрузки, типа светлое и темное, может быть, иногда цветное, но цветное я стараюсь на руках стирать, и одна загрузка стоит 30 бат, 240 бат я трачу на стирку, плюс еще порошок там сколько-то стоит, ну, допустим, 100 бат, и таким образом мы получаем, что на стирку мы тратим где-то 340 бат в месяц. Массаж мы делаем за 200 бат обычно, около дома у нас такой именно массаж находится, и делаем мы его не часто, вообще даже не каждый месяц, это очень плохо, на самом деле нужно чаще делать, поэтому, если учесть, что у нас двое, и, кстати, бюджет-то я считаю, на двоих, дописываем сюда еще 600 бат. Так как Дима занимается активно спортом, он у меня триатлонист, то обязательно мероприятие для него каждую неделю, это сходить в баню. Ходим мы в разные бани, стоит поход в баню на целый день от 160 бат, и иногда мы ходим в баню за 400 бат. Если посчитать плюс-минус, он в месяц ходит в баню где-то 4 раза, я не часто хожу в баню, то выделим на походы в баню 1000 бат в месяц. Так, еще одна статья расходов, которую я бы хотела выделить, это, конечно же, для дам походы различные к парикмахеру, к косметологу, различные салонные процедуры. Если вам интересна стоимость их, я вам сейчас расскажу. Значит, я стригусь за 550 бат, это тайский салон, находящийся в самом большом торговом центре, ой, он уже не самый большой, в Централ фестивале, который находится на набережной. Хороший салон, очень качественный, стоит там стрижка 550 бат, это с сушкой, с помывкой головы, вот за все 550 бат, причем это у меня стрижет не, скажем так, не подмастерье, не новичок, а один из ведущих специалистов этого салона. До маникюр-педикюр-гелилага здесь примерно в тайских салонах стоит около 1200 бат. Примерно так же и у русских девочек на дому, но хочу отметить то, что все-таки русские девочки, они делают лучше, скажем так, привычнее нам, потому что тайские мастера, они не, скажем так, не так тщательно вырисовывают все эти гель-лаковые штуки, не так тщательно закладывают лак под кутикулу, сейчас мужчины могут это не слушать, но те девушки, которые привыкли к тем стандартам, которые есть в России по поводу маникюра и педикюра, вам не понравится то, что делают тайцы, так что в этом случае обычно все обращаются к русским мастерам, я тоже ходила к русской девочке, сейчас она, к сожалению, уехала, и мне надо что-то с этим придумать. Далее, у нас есть замечательная дочка Алиса, которой практически 4 года, и мы, конечно же, много тратим на то, чтобы ее развлекать, ее каким-то образом развивать, и я хочу тоже внести эти траты, наши расходы на жизнь в Таиланде, чтобы вы, в принципе, понимали все, скажем так, аспекты, на что мы можем тратить. Так, Алиса у нас ходила в школу, сейчас она на данный момент записи видео туда не ходит, почему? Это уже тема другая, в основном из-за здоровья. Школа ее стоила где-то 88 500 в год, то есть один семестр стоил 40 тысяч бат, 5 тысяч бат стоило взнос в эту школу, и 3,5 тысячи бат мы платили за форму, за рюкзак, сейчас мы на нее не тратимся, повторюсь, но у нас дочка ходит в различные кружки. Значит, она ходит на гимнастику, которая ведется на английском языке, но при этом русские преподаватели это стоит 2000 бат в месяц. Она ходит на занятия по математике, это стоит 1500 бат в месяц, также она ходит на занятия по английскому языку, посчитаю, напишу вам стоимость в месяц, я сейчас что-то не посчитала. Еще мы часто ходим, примерно раз в неделю мы обязательно ходим в какую-нибудь игровую комнату, типа кинзоны, и это тоже стоит около 300, ну, выделим на это примерно 300 бат. Итак, я думаю, что на этом все, я светила основные все расходы на нашу жизнь в Таиланде, конечно же, есть куча всяких, типа, хозяйственных нужд, кремов, мелкого какого-то ремонта, но, чтобы вам ориентироваться, я думаю, вполне достаточно той информации, которую я рассказала. Если вас еще интересует конкретная какая-то цифра, на что мы тратим, то напишите обязательно в комментариях, я вам на это обязательно отвечу. И вот мы плавненько переходим ко второму вопросу нашего сегодняшнего видео. Как же мы зарабатываем, живя в Таиланде? Я даже устала вообще отвечать на этот вопрос, вот под этим видео, у которого уже 60 тысяч просмотров, я на самом деле рада, так это для меня первое такое выстрелившее видео, очень меня это радует. И там каждый третий комментарий, это вопрос о том, как же мы работаем, как же мы зарабатываем, не работая в Таиланде. Я там сказала в этом видео, что мы не работаем в Таиланде, и все решили, что мы вообще не работаем. На самом деле это не так, конечно же, откуда бы у нас тогда были деньги, спросите вы. Мы, конечно же, работаем, и наша работа, она в интернете, бизнес у нас в интернете. Так же, как и все финансово-грамотные люди, мы имеем не один источник дохода, а несколько. Я вам расскажу чуть позже о нашем основном источнике дохода, а сейчас расскажу о наших, скажем так, мелких. Давайте все по порядку рассмотрим. Значит, у нас есть акции, в них мы храним наши сбережения, то есть у нас не депозитные счета, а практически все депозитные наши деньги, наши накопления переведены в акции. Что касается моей деятельности, вот этой вот блогерской, то, к сожалению, она мне, можно сказать, ничего не приносит. Если говорить о доходах с YouTube, с прямой рекламы на YouTube, то сейчас она составляет 30 долларов в месяц. Конечно, у меня есть небольшие договоренности по рекламе, но это тоже очень-очень мало, и никаким образом не, скажем так, не оправдывают мои затраты. Поэтому это мое любимое хобби, и я надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Если нравится, то поставьте лайк, у меня будет больше желания с вами вот так вот общаться через камеру, потому что это мое хобби, как бы, чтобы не заржаветь, я вот этим всем занимаюсь. Что же за бизнес такой, спросите вы, небось сетевой? У меня одна девушка написала, у меня было написано в профиле в Инстаграме, в шапке, интернет-магнаты из Сибири. У меня одна девушка сказала, что вы, наверное, менеджер НЛ, или вообще какие-нибудь бады продаете. Вот, на самом деле это, конечно же, не так. И хочу вам немножко предысторию рассказать, чтобы вам вообще было понятно, как вообще мы тут существуем. Мы с Димой, с моим мужем, оба программисты. У нас такая профессия, мы ее заработали в институте. Я, скажем так, не совсем программист, я проектировщик информационной системы, технический писатель, бизнес-аналитик. Про то, кем я работала, как, где, как там находила новые должности, я записывала два больших видео, на них я оставлю ссылку внизу. Если кому-то интересна тема заработка удаленного через интернет и вообще интернет-профессии, работы в интернет-сфере, то я думаю, это видео будет для вас актуальным. Итак, вернемся на 5 лет назад. Мы с Димой приехали в Таиланд, уже имея удаленную работу. У нас были клиенты, мы работали на них, у нас были задачи, у нас были руководители. Мы так прекрасно работали, хорошо, в принципе, зарабатывали на свою жизнь для двоих человек в Таиланде. Но всегда грезили мечтой, что наш текстовый блог www.vytutai.ru станет великим блогом, на котором мы будем зарабатывать миллионы и жить только от того, что дарить вам полезную информацию, а вы будете кликать на рекламу и дарить тем самым нам деньги за эту полезную информацию. И мы надеялись, что вот так все и будет. И мы будем жить только на заработке с нашего текстового блога. Поэтому мы его, как я уже сказала, завели сразу после того момента, как решили переехать в Таиланд и активно на него писали. Он нам на самом деле стал приносить деньги. И когда мы занимались своим блогом, то мы, скажем так, разбирались в теме продвижения сайтов в интернете, всяких разных партнерских программ. И в итоге пришли к тому, что мы стали зарабатывать через 3 года, после того, как мы начали этим заниматься, мы стали зарабатывать на информационных сайтах. Я думаю, все вы видели эти сайты. Когда вы забиваете какой-то запрос в интернете, то вы попадаете на один из информационных сайтов, который отвечает на ваш вопрос. Может быть, это будет вопрос косметологии, вопрос какой-то юридической сферы и вообще чего угодно. Вам откроется информационный сайт с ответом на этот вопрос. Именно такие сайты мы делаем. Мы выделяем темы, которые интересны людям, определяем ниши, создаем у нас несколько сайтов различных тематик. Мы на этих сайтах программируем какие-то полезные сервисы. Канкуляторы с расчетами каких-нибудь налогов, может быть, каких-то задолженностей. Некие полезные информационные сервисы для людей, где они читают информацию, кликают на ту же рекламу и с этого мы получаем деньги. Сейчас же наш доход, благодаря нашим текущим знаниям, текущим нашим сайтам, достигает 400 тысяч рублей в месяц, уже более 400 тысяч рублей. При этом мы планируем, что не расширяя количество сайтов, именно с этих же сайтов, мы в скором времени растем до миллиона рублей в месяц. Также у нас доходы сайтов делятся на рублевые и на долларовые. То есть у нас половина рубли, половина доллара. Таким образом, мы немного диверсифицировали свои доходы и, скажем так, отстранились от вот этого привязки к рублю. Это основная наша деятельность сейчас, основной наш источник доходов. Этим в основном занимается мой муж, я в основном занимаюсь с ребенком, но ему тоже помогаю. Он мне выделил несколько сайтов. Я там для них планирую контент, планирую, какие статьи должны там выйти. Также занимаюсь заполнением сайтов, подбираю картинки для них. Но это больше, скажем так, мое время, свободное такое, у меня такой очень плавающий график. Счастливо, наши сайты русские, но недавно мы решили выходить на... Также, чтобы увеличить долю доллара в наших доходах, мы решили выходить на английский рынок сайтов. И недавно наш английский сайт заработал первые несколько центов, чему мы очень рады. И всего этого он достиг очень быстро, всего лишь за два месяца. Для сайтов это очень быстрый результат. А русские сайты через такое количество времени, к сожалению, не могут заработать никаких денег. Поэтому работа в нашей сфере – это долгосрочный проект, который требует от вас терпения и тоже вложения денег. И по этому основному способу заработка мы, конечно же, решили сделать курс. Сейчас. Вот сейчас как раз вот эта вот строчка из моего профиля в Инстаграм, она прям в точку, да? Интернет-магнаты из Сибири. Но на самом деле у нас очень многие просели, потому что мы уже давно ведем свой блог. Мы там всегда писали именно о финансах, очень много затрагивали тем все. То, кто нас читает, это тоже в основном программисты, те, кто уехали в Юго-Восточную Азию. И когда мы стали достигать каких-то успехов в нашем поприще, то все нас стали просить, расскажите нам, Дмитрий, а можно у вас поучиться? И мы решили, что почему нет? Мы создадим этот курс, кому надо, тут купят, как бы, кому не надо, но мы никому не завязываем, не навязываем его. То есть его рекламы, по сути, нет. Мы о нем пишем в нашем блоге, в эту тай.ру, рассказываем о том, что мы делали каждый месяц, какие у нас доходы, и я немножко вот рекламирую на Ютубе, как сейчас, наш этот курс. Так что, если интересно, если есть такое желание, это реальный способ заработка, мы вот так живем. Я жена человека, который, ну, я не работаю, да, практически, только в собственное удовольствие, ни на кого не работаем мы, и реально у нас очень много времени есть на семью, на совместное времяпрепровождение, на путешествие, это все очень здорово, и это именно благодаря нашему вот этому заработку, с которому мы шли очень долгие время, да, можно сказать, все пять лет, но, по сути, мы на, скажем так, на раскрутку наших таких сайтов потратили два года, чтобы добиться вот этих вот сумм более 400 тысяч рублей в месяц. Наверное, на этом закончим. Это все, что я хотела вам сказать о том, сколько мы тратим на жизнь в Таиланде, как мы зарабатываем, каким принципом мы придерживаемся переобращений с нашими тингами. А если у вас есть какие-то советы, принципы, да, с которыми вы, которые вам помогают сохранять деньги, делать вашу жизнь более комфортной и более грамотно распоряжаться своими финансами, то напишите это в комментариях, я думаю, многим это будет интересно, и мне это тоже очень будет интересно и полезно услышать, я уверена. И еще раз спасибо вам за просмотр, за то, что все это посмотрели, пишите свои вопросы, на которых я с удовольствием буду отвечать, и увидимся с вами в новых видео, в новых влогах, о наших путешествиях, как я говорила, у меня еще много-много чего есть для вас выложить. В скором времени мы поедем на Пхукет, на первое серьезное именно соревнование по триатлону. Это лагуна Пхукет, легендарное на самом деле соревнование по триатлону, которое входит в десятку там необходимых для посещения каждого триатлониста в мире вот этих вот соревнований. Мы туда едем, едем мы уже в этот четверг, через неделю, чуть меньше даже недели, и оттуда я запишу вам свеженький влог об Пхукете. Так что, если вам все это интересно, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы я вам все время часто виделась в уведомлениях, и я буду стараться чаще выпускать для вас видео, жду вас в своем инстаграме. Все, пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok